Кавказ, Урал, Байкал, Кольский полуостров, Крым и, наконец, Камчатка. Юные туристы из столичной гимназии покорили свою очередную вершину. Эти ребята получили возможность отправиться на самый край России, став победителями московского первенства по спортивному туризму среди школьников. Мы достаточно часто, практически каждый каникул, куда-то выезжаем. Но не всегда так далеко, так далеко мы вообще первый раз выехали. Очень часто дети ездят за границу, Турция, Египет, Европа, а свою родину мы знаем достаточно плохо. Хоть у нас, в общем-то, интересного, наверное, не меньше, а то, может быть, и больше, чем в любой загранице. За четыре недели они уже успели побывать во многих местах. В центральной части вулкана Толбачек, Весса, на вулканах Мутновский и Горелый сплавились по быстрой реке и добрались до долины гейзеров. Словом, эти летние каникулы оказались для ребят более чем насыщенными. Собираясь в поход, мы не очень представляли о том, что нас ждет. Но я считаю, что этот поход превзошел в мои ожидания. Как будто попадаешь на другую планету. Столько всяких разных этих вулканов, кратерей, красные оттенки, черные, всякие разноцветные. Очень здорово, нам очень понравилось. Помимо того, что ребята много узнали о географии своей страны, каждый из них еще раз закрепил свои туристические навыки. Конечно, в такие дальние путешествия родители с трудом отпускают своих детей. Но те, кто занимается в кружке уже давно, отлично знают, как вести себя в походах, будь то лес, водоем или вершина горы. Мы выиграли в этом году соревнования по школе безопасности, заняли первое место на городе Москве, можно сказать, профессионально юные спасатели. Так воспитанники кружка и их руководители еще раз убедились, что в России есть уникальные места, одно из которых – Камчатка. И уж точно в сочинении о том, как я провел лето, этим 18-счастливчикам будет что рассказать. Любовь Камалова, Алексей Куприянов, РЕН-ТВ, Камчатка.